Всем привет! Вы спросите, что я делаю? А я кручусь на АФК-машине, чтобы заработать себе немножко кейсов на дальнейший вайпик. Как вы понимаете, наша тактика сработает, я уже ее полностью готов осуществить, но... АФК-машина, кому это интересно, может посмотреть ссылку в описании, там будет видос, я полностью сниму новый видос. Точнее выйдет два. Один этот, один с АФК-машин. Специальный, который дает вам время, чтобы вы заработали себе кейс. То есть, каждые три часа игры вам дается кейс. И то, что вы стоите АФК, просто стоите не в АФК-машине, а просто стоите вам не начисляется. Правый верхний угол будет эко-мод после 10 или 15 минут АФК вашего состояния. Ну, конечно, в АФК-машине это то же самое, но я порой не понимаю, для чего она нужна. Вроде как она смягчает компьютер на FPS, то есть там в игре лагает жестко, но компьютер у тебя резко начинает хорошо работать. То есть, ты можешь спокойно игру включенной оставить и пойти куда-нибудь гулять или же просто отдыхать. Либо же играть в другую игрушку, ну как у меня. Так вот, советуем делать АФК-машину, потому что только она будет работать. Конечно, нету правил на АФК-машины, вообще она разрешена. То есть, как бы нету правил, значит разрешена. Само собой дело понятно. И в диване написано то, что АФК разрешен, поэтому до свидос. Все, я пошел АФК. Что же это? Как вы видите, матрицу я сейчас буду делать. Точнее, я сначала хотел сделать ихор тапочки, но передумал, потому что с матрицы говно, которую построил, нормально, нормально матрица казуки. Все, все, все спокойно. Так вот, я переделал матрицу в топовый вид. И, скорее всего, она должна потянуть ихор, как я думаю, потому что всех кристаллов около двух стака, думаю, хватит по любе. Плюс там несколько головок и под низом самым тоже несколько головок и кристалликов, естественно. И как вам матрица, пишите комментарии, типа норм, говно или кукая вообще получилась она. Жду ваших комментариев. Ах да, и кстати, спасибо мистер Бати, вроде бы у него такой ник. То, что на стриме мне выдал ресурсы для проведения конкурсов. Если будет около 10 человек, которые проголосовали за этот конкурс, то они получат эти призы. То бишь, все задания, которые нужно сделать, они в описании. В группе ВК, в моем паблике. Залетайте. Недавно я посмотрел скилл Рона. Прикольный подс. Я его недавно посмотрел, буквально вчера. Видосик один посмотрел. Ну, естественно, откуда у него столько много подписчиков? Из-за драконика. Драконик новый мод, который всем интересен. Даже я заснял один видос, такой, знаете, чисто лайтовый, чтобы он просто, типа, для себя такой. Ихеракс там 17 тысяч просмотров. То есть, да, понимаете, да? А у меня старый областный дивайн, который мало кто смотрит, но мало кто просматривает. Но мне он интересен. Поэтому я буду продолжать так же делать это для себя. И так же, насчет тактики. Могу вам сказать то, что она будет осуществлена. Как я говорил это в начале видоса. Видос будет коротенький, маленький, потому что темок будет мало. Я каждый день пытаюсь снимать летсплей для вас. Но они вроде бы как получаются и вам нравятся. Поэтому, насчет тактики. Она будет довольно-таки долгая. Рассказываю. С самого начала мы берем и уходим с сервера. То есть, временно уходим и начинаем обсуждать. То есть, мы берем 4-5 игроков. Где-то, ну, имею ввиду нашу команду. Первый Гена. Вторая Катя, которая не будет играть. Поэтому двое пока что. Я и Гена. Гена, Кадзуки, Юнфейк. Тигран, Кирилл. И еще. Еще кто-то, вроде бы, кто с нами на привате. Я забыл его. Ну, ладно. В общем-то, суть такова. Я по-любому покупаю донат. Премиум. Насчет Гранда я подумаю. Но пока что Премиум я 100% покупаю. То есть, там есть флай. Я прочитал киты. Что там доступно. И Премиум пока что. На самом деле, вип и Премиум говно. Остальные вообще топ. Гранд и спонсор. В Гранде дается, вроде бы, Изма. И Маул Короса. А в спонсоре дается Фул и Хор. Сет с мечом. Вроде бы, Кирко, я не помню. Но фуллсет и Хор. То есть, понимают. Нечаренный. Это насколько надо быть, чтобы сделать говно-киты настолько говняными. Вот честно. Там есть просто кит Премиум и кит Премиум Т. На конце Т. То есть, там даются ресурсы. Как и в спонсоре, как и в Гранде. То есть, ну, мне не понравились киты Премиум и Вип. То есть, они самые бомжашные, которые только покупают, наверное, сервер. Но я покупаю Премиум. Я думаю, насчет Гранда. Потому что там Гуд есть, Бессмертие и вот. Но в Премиум есть, понимаете, Флай. При один публичный Варп. Это уже хорошо. Плюс есть, естественно, команды Экст, Хил и Экст. Ну, как-то так вот называется. Плюс сохранение всего инвентаря, опыта и двоевого инвентаря. В ПУП. То есть, то же самое, как вы понимаете. То есть, пока что у меня в плане Премиум. Если он будет через месяц. Через месяц я по-любому накоплю, возможно, на Гранд. Сколько он там стоит? Я прямо сейчас посмотрю. Потому что я вроде бы цену так особо не смотрел. У меня уже 41 монетка за голосование. Вы понимаете? Премиум стоит 225. Гранд стоит 450. Я вот думаю, вообще, Премиум купить навсегда. То есть, я пока не понимаю. 2250 монет. Это типа 2000 рублей. Или монеток они... Я вот этого пока что не понимаю. Типа, я понимаю, я могу VIP спокойно купить навсегда. Но я пока думаю о статусе Премиум. Поэтому вот. Насчет навечно, навечно, навечно. Может навсегда, как бы. Ну ладно. Не особо важно, мы не придираемся. 750 спонсора, я не знаю. Покупать это все на 30 дней как-то не особо. Вот Гранда еще возможно. То есть, я сдоначиваю с тех рублей, которые мне донатили на стриме. Я просил людей, конечно. Блуд Кристал. Пока что то же самое в топе у нас. У него 300 рублей. Чем тут сдонатил. Спасибо большое. Остальным тоже. Кольки и другие. Те люди, которые донатили на стриме. Спасибо вам большое. Так вот. Мы еще не отходим от нашей тактики. Вот. Я посмотрел сундучки. Вот как бы скриншот самого ценного. Это Сильвер. Он, во-первых, ценный тем, что там есть босс. С которым можно очень быстро добыть портал. Портал в Дивайн Мир. Как вы понимаете. Да. Так вот. Добыли портал. Естественно, пошли убивать этого босса. Я максимально куплю Сильвер кейсов. Потому что другие купят Диамонт. То есть мы будем, ну естественно, говорить. Типа, купи Диамонт. Открой. Купи. Открой. Не сразу все купим. Типа, выпадет, не выпадет. Как поведет. А будем именно добиваться и Хоркерки пробужденной. Ну, то по разуму. Как получится. Я не знаю. Но вот и Хоркерка. Это самая ценная. То, что мы покупаем за Диамонт кейс. Диамонт один купим. Два. Ну, как там. Как получится. Опять же. Я Сильвер сразу покупать не буду. У меня пока что 5 кейсиков на счету. За игру. То есть, ну, бонус кейс имею ввиду. Пока что 5. Естественно, там тоже буду копить, копить, копить кейсики. И потом откроем все это дело. Вот. Естественно, сзади на север. Залетим. Будем все это обсуждать. Пятером сидеть в ДС. Не больше, не меньше. Стрим будет. Я буду все это обсуждать. Как бы. Ждите. Но это будет через месяц и больше, и меньше. Я не знаю. Как нам сказал Кенни. Я и говорил-то в прошлом видосе, что он поменял опять дату. Назначение вайпа. Вайп будет через месяц. Плюс-минус. Как получится, я не знаю. И у меня через месяц дрэшка. То есть, мне 19 лет уже будет. Я ебастарый. Эх, блин, молодость. Куда ты идешь? Ладно. В общем-то, ребят, всем спасибо за просмотр. Заходим в описание. Там и видосик, и конкурс. Залетаем на сервер. Я там играю. И все что. Могу что-нибудь вам подогнать. Каких-то из вещей. Но не всем. То есть, я иногда фокашу. Поэтому могу игнорить. А иногда, типа, нету реза. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok